В Российском центре науки и культуры Брюсселя всю вторую неделю февраля 2019 года звучат оперные голоса. Академию «Любовь Казарновская», «Воча» и «Виолин», «Голос» и «Скрипка» проводят мастер-классы-фестиваль. Днем оперная певица дает мастер-классы, вечером на сцене проходят концерты. Академию «Голос» и «Скрипка» Любовь Казарновская создала в 2011 году, чтобы делиться опытом с молодежью и продвигать молодые таланты на российской и мировой сцене. У певицы занимаются как столичные, так и ученики из разных регионов России. Для них выездная академия – прекрасный шанс показать себя и мир посмотреть. Все, что делает Любовь Казарновская, артистично. Наблюдать за тем, как певица и педагог ставят голос, репетируют партию с учениками, равно присутствуют в театре. Любовь Юрьевна из тех людей, вокруг которых вращается земля, жизнь, искусство. А если мы меньше будем на нее налетать? Прямо мягко ее возьми на себя просто. Концепция очень простая. Два самых божественных инструмента, созданных Господом Богом. Это человеческий голос, как я говорю, наш страдиварий, который расположен в нашей гортане. И божественная скрипка, которая рукотворно создана великими мастерами. Скрипка поет. Мы имитируем вот эту интонационную точность, подачу инструментального голоса. Мы слушаем хороших инструменталистов, скрипачей. Мы друг у друга учимся. И мы решили с профессором Вандышевой попробовать соединить скрипачей и вокалистов. И вот они действительно показывают нам чудеса своего развития. В этот раз мы не успели, потому что у меня новая группа вокалистов в этот раз приехала. А вообще вот летние академии, которые мы делаем в Италии, в Испании, во Франции, в Словении, мы соединяем их, мы соединяем наших детей. И они друг у друга учатся, они вместе музицируют. И это имеет, конечно, огромное значение. И это очень влияет на моих вокалистов. Они учатся этой чистоте тона, чистоте интонации, чистоте звуковедения. А скрипачи начинают петь на скрипках. Это очень и очень важно, очень ценно. Так учили раньше настоящие большие профессора в Италии. Они говорили, слушайте инструменталистов. А скрипачам говорили, страдивари говорят, я же ничего не изобрел. Я сделал модель человеческой, женской фигуры, красивой. И прошу, чтобы на моем инструменте пели. Любовь Казарновская из тех педагогов, которые учат и обаянием собственной харизмы. Ее девочки будут такие же стройные, красивые и стильные, как и она. Состояние. Ты вот до чего я дожила. Наоборот, она просто... Вот до чего я дожила, Григорий... Да, потому что она потом решила... К бомелию. Так, она идет к бомелию за ядом травить Марфу. Понимаешь? Поэтому человек доведенный до крайности. Никакой лирики нет вообще. И это называется Международная академия Любови Казарновской. Вочи и виолино. Значит, голос и скрипка. Вот, и мы это, в общем, регулярно проводим. Частично в Москве, когда Любовь в Москве, когда она может заниматься. А так, мы достаточно много стараемся в интересных местах, именно в Европе в основном, проводить вот такие академии. Вот, это мы были в Риме, в Барселоне, в Мадриде, в Париже, в Вене, в Зальцбурге и так далее и тому подобное. И сейчас мы безумно рады, что мы в Брюсселе. Вот, и очень благодарны и посольству Российской Федерации, и, конечно, очень благодарны Центру, Российскому Центру Науки и Культуры, потому что они, а, изначально были очень заинтересованы, и, б, они шли максимально на встречу и очень помогали. Иначе мы сейчас не могли бы так быстро это делать. Мы очень короткий срок это сейчас организовали. И, ну, и будем рады, если дальше что-то будет здесь, в Брюсселе. Любовь Юрьевна во всем советуется с мужем, Робертом Росциком. Встреча с австрийским импресарием стала судьбоносной в карьере певицы. В этом году пара отметит 30-летие супружеской жизни. Я ее на самом деле очень ценю, потому что Любовь Юрьевна еще не как педагог прекрасный, да? Она еще как и человек. Она в нас воспитывает не только профессиональные качества, но и человеческие. Она нам не дает забывать о том, что мы в первую очередь люди. И никогда не нужно нравственных моральных принципов забывать. И как педагог, конечно, она очень прекрасная. И мне очень нравится, как она мотивирует людей к занятиям. Нет такого, что ты должна, ты должна делать, ты должна петь. Она очень требовательная, но она при этом мотивирует тебя, и ты хочешь дальше работать и развиваться. И она очень грамотно находит твои изюминки и развивает их. Или там минусы, в которых она превращает потом в плюсы. ПЕСНЯ Вдохновляющая, прежде всего, я скажу. Потому что это колоссальная энергия, которой ты питаешься. Она тебе помогает не только петь, но и рассказывать те истории о персонажах, которых ты исполняешь. И это все колоссально заряжает и, еще раз повторюсь, вдохновляет. Она вдохновляющая. Оперная Дива неоднократно получала приглашение в Брюссель. Но согласитесь, что пропускать роли в Метрополитен, Гранд-Опера и Ла Скала сложно ради бельгийской сцены. Тем более, что Любовь Казарновская прохладно относится к чересчур новаторским постановкам, на которые сделали ставку Ля Мане и Фламандская опера. И потом, что очень важно, мы вот уже на протяжении двух лет мы дружим с русскими домами по всему миру. Мы были в Париже, мы были в Вене, мы были в Мадриде, мы были в Барселоне, мы были в Словении, в Пирании, в Любляне и так далее. И, как люди говорят, в вашей академии объединяются отечественников. Это очень и очень важно, потому что люди разрознены, наши соотечественники разрознены, они все живут своей жизнью, как это принято на Западе, довольно закрытой. А вот тут они приходят, и я вижу слезы в глазах, потому что им хочется и пообщаться, им хочется послушать и родную музыку, и поговорить с молодыми исполнителями, чем они живут, чем живет сегодня страна, Россия. И не только Россия, к нам приходят русскоязычные люди со всего бывшего Советского Союза, которым очень это нужно, это необходимо. И вот это общение им дает очень много, я чувствую, и нам дает очень много, потому что мы, наверное, благодаря нам теплеют их сердца. В Галовечере, который состоится 9 февраля на сцене Российского Центра науки и культуры, примет участие Андрей, сын Любови и Роберта, скрипач, словно дополняя мамино участие в Академии «Голос и скрипка». Мама, я вас поздравляю. Это просто молодец, детка. Умница. Просто пять с плюсом тебе. Пять с плюсом. Молодец. И красиво стоишь, и получаешь удовольствие, и голос есть на месте. Скотаючая, скотаючая.